Также глава Чувашии встретился с предпринимательским сообществом. Подробности у Дмитрия Ковалева. Чтобы собрать капитанов бизнеса в одном месте, в Доме правительства освободили от столов самый просторный зал заседаний. Среди приглашенных и субъекты малого предпринимательства и директора заводов с многомиллионным оборотом. Всего более 130 человек. Встреча в расширенном составе – повод подвести первые итоги реализации национального проекта. Все с ростом к факту 2018 года. И здесь самое главное – реальная заработная плата. 102,2%. И мы эту динамику в последние годы как бы удерживаем. Общий объем инвестиций до 2024 года, как вы видите, более 400 миллиардов рублей. Важный показатель – 17 тысяч дополнительных рабочих мест. Большие перспективы сейчас открываются перед машиностроительным комплексом. Новые заказы у предприятия «Промтрактор». Бульдозеры из Чебоксар уже поставляют в крупнейшую корпорацию «Северсталь». Пятилетняя стратегия, она проработана. И основная сложность, которую нам тоже региональная власть обещает помочь, это то, что в последние годы не было вообще никаких инвестиций даже в поддержание основных средств, не говоря уже о технологии. Касаясь вагонов, конечно, почти 5000 вагонов в этом году не произведут. «Промлита» работает практически там в круглосуточном режиме. Среди приоритетных задач – рост производительности труда на предприятиях. В рамках национального проекта крупные заводы региона осваивают бережливые технологии. На заводах-первопроходцах, благодаря работе экспертов центра компетенций, уже увеличиваются объемы выпуска продукции. Первое предприятие – это «Сейспель». Мы начали работать на нем в декабре 2018 года. Мы смогли добиться повышения выработки на 300%. Но зачастую барьерами для развития экономики, по мнению бизнес-сообщества, становятся нормативные акты, принятые в советские времена. Глава региона отметил, что все изменится с начала следующего года. С точки зрения работы, взаимодействия и с точки зрения предъявления претензий к предпринимательскому сообществу Российской Федерации, так будет меньше. Бизнес поддержат и в рамках программы импортозамещения. Так, на одном из заводов Чебоксар начали выпускать электродвигатели. Но производители рассчитывают на льготы. Закупили сейчас танки. И дальше будет закупаться линия для увеличения ассортимента электродвигателя, опять, который у нас в России не производится. Можем ли мы рассчитывать в этом году или в следующем году, что программа примет нашло внимание и мы начнем работать. Для субъектов малого и среднего бизнеса финансовые ресурсы становятся все более доступными, отметил Михаил Игнатьев. Сейчас более чем 300 миллионов рублей мы опять получили через Минник. Это по гарантийному фонду. Фонд развития промышленности Минпром готов нам выделить. Там субсидируемые проценты, ставка у нас 5%. В вопросах развития экономики между бизнесом и властями должны быть налажены более тесные контакты, отметил глава региона. Встречи членов правительства с предпринимателями станут постоянными. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.